Всем привет! Продолжаем смотреть картины интересных художников Жан-Мари Константин Жозеф Ян Ван Бирс. Бельгийский художник и иллюстратор, сын поэта Ян Ван Бирса. Иногда их называют Ян Ван Бирс старше, Ян Ван Бирс младше. Родился 27 марта 1852 года. И умер в 1927 году. Ван Бирс учился в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Вскоре после этого он стал льером группы молодых художников Клика Ван Бирса. Я цитирую переводную википедию. Немного данных, но то, что нашел. Так вот, в эту группу входили художник Пит Верхард, Александр Стройц и Джефф Ламбо. Они были известны своим азарным и эксцентричным поведением. В том числе гуляли по Антверпену в исторических костюмах. Ван Бирс начал свою карьеру как исторический художник, создавая произведения, относящиеся к эпохе Возрождения. Ван Бирс начал свою карьеру как исторический художник. В 1878 году в погоне за славой и успехом посетился в Париже, где работал в мастерской своего земляка, бельгийца Альфреда Стивенса. На этом этапе своей карьеры он отказался от исторического жанра и стал писать жанровые картины, полотна на модную, тогда восточную тему. А также портрет и вскоре приобрел известность. Ван Бирс – автор замечательных миниатюр, написанных с фотографической точностью, многочисленных рекламных и газетно-журнальных иллюстраций и карикатур. В 1884 году он проиллюстрировал роскошное издание поэзии своего отца. Ван Бирс сказал, что он хочет нарисовать то, что видел, и что было самым лучшим и интересным, что можно было увидеть в Париже, кроме ее женщин. В интервью для вестминстерского бюджета в 1893 году он объяснил, что все мои фотографии сделаны моделями, и я знаю, где их найти, когда я захочу. Чтобы заставить их позировать, требуется немалая дипломатия. Нужно ласкать и уговаривать их, и даже тогда они часто оставляют вас в беде. Кстати, на брюссельском салоне в 1881 году его обвинили в том, что он выставил вместо картин раскрашенные фотографии, или, по крайней мере, в той или иной степени, выполненные с помощью фотографических средств. Грандиозный скандал потряс бельгийский художественный мир, нашел отлик во всей Европе. Было начато судопроизводство. Кстати, по инициативе самого же Ван Бирса все обвинения против него были сняты. В результате имя Ян Ван Бирса стало известно по всей Европе. Работы часто сравнивали с работами его бельгийского предшественника, особенно с более мрачным и гротесными элементами. Ван Бирс более амбициозный, чем любой другой художник своего поколения. Он пробовал все. Он пробовал любой жанр, меняя стиль и манеру письма, создавая огромные, колоритные исторические картины, пейзажи и жанровые картины. Ну вот, наверное, и все, что мне удалось найти у Жан-Марии Константин-Жозеф Ян Ван Бирс, бельгийским художником и иллюстратором, сыном поэта Ян Ван Бирса. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Смотрим работы этого художника. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»